Четкое изображение, качественный звук, стабильные сигналы – все это абсолютно бесплатно. Ненецкий округ готовится перейти на цифровое телевидение. Таким образом, жители региона навсегда забудут, что такое аналоговое вещание. Напомню, федеральная программа по переходу на цифровое эфирное ТВ в России реализуется не первый год. В 2019-м аналоговый сигнал уже отключили в семи регионах, на очереди остальные. Итак, как подключить на своем телевизоре 20 бесплатных каналов в отличном качестве и могут ли это сделать жители труднодоступных поселений, сегодня рассказали участники пресс-конференции, посвященной цифровому ТВ. На смену рябьи и помехам четкая яркая картинка. И так на 20 каналах, при этом совершенно бесплатно, Ненецкий округ переходит на цифровое ТВ. Аналоговый сигнал на территории региона перестанет работать 3 июня. Заместитель губернатора Иван Болтынков заявил, наш субъект – часть лидеров по реализации федеральной программы. На сегодняшний день так называемая цифра уже доступна практически всем жителям. Охват составляет 96% населения. Сигнал отсутствует лишь в 14 небольших деревнях и селах, в частности в Бугрино, Варнике и Шойне. Впрочем, и там не останутся без качественного изображения. На федеральном уровне принято решение о том, что 20 бесплатных каналов им будет предоставляться в пакете цифрового телевидения. То есть это либо Триколор, либо НТВ+. Здесь приемники будут, либо существующие, либо которые будут приобретаться, привязываться к местности. И жители будут получать 20 бесплатных каналов. Опять же, если кому-то необходимо разъяснить, детально рассказать, можно ли это сделать на существующем оборудовании, либо необходимо будет что-то дополнительное приобрести, можно обратиться на горячую линию, и там достаточно подробно все разнесут и расскажут. Важный момент. Где жители отдаленных поселений смогут приобрести цифровые приставки? Не лететь же ради этого в Наринмар. Заместитель руководителя аппарата региональной администрации Павел Окладников пояснил. Согласно федеральным нормам, каждое деление Почты России должно иметь в наличии для продажи не менее трех приемников. Помимо этого, в рамках проведения ВКСов и, собственно говоря, опросов и той же горячей линии, мы собираем консолидированные заявки о том, что в какой населенный пункт сколько необходимо дополнительно поставить приставок. То есть это либо Почта России, либо обратиться на горячую линию, заказать приставку, она будет там доставлена по той цене, которая определена ФАСом в населенный пункт. Позаботились и о тех, кто не в силе самостоятельно настроить цифровую приставку, в их числе пожилые люди и маломобильные группы населения. Для этого будут привлечены специально обученные волонтеры, 23 человека, чтобы воспользоваться бесплатной услугой. Достаточно просто позвонить по номеру телефона горячей линии, которая уже функционирует. Ну и важным, я считаю, добавить, что у нас без оговорок, без каких бы то ни было, как вот мы слушали другие регионы, что где-то там не работает горячая линия, где-то вот-вот заработает. У нас горячая линия функционирует достаточно давно, наверное, уже пару месяцев, если я правильно понимаю. По номеру 2-19-10, соответственно, с кодом 818-53. По этой горячей линии она заведена у нас на МФЦ, это тоже подведомственные учреждения нашего департамента. Каждый может получить полный набор консультаций на эту тему. Подключить 20 бесплатных федеральных каналов помогут и сельским жителям, правда, не волонтеры, а официальные представители Неницкой компании электросвязи. У нас есть договоренность Неницкой компании электросвязи о том, что если в селе, где-то кому-то необходима помощь, они всегда могут подойти к сотруднику НКС, он поможет, расскажет, как это установить, и это настроит, и, скажем так, включит их в цифровой мир. Говорили сегодня на пресс-конференции и о качестве распространения сигнала на территории Нейнмара и Искатели. Если в Горде с этим все хорошо, поймать бесплатные каналы в новом формате способна обычная домашняя антенна, то в поселке Искатели существует определенная проблема. Многим собственникам приходится устанавливать уличные антенны, либо же покупать более мощные с усилителем. Неудобства в будущем планируют устранить. Да, в Искателях действительно будет сигнал чуть хуже, но мы в том числе проводили обследование в Искателях. То есть если, конечно, там, скажем, там, домашние, как называется, рога не ловят, то можно попробовать внешнюю антенну. Если, конечно же, внешняя антенна не помогает, она тоже там достаточно элементарна в монтаже, в установке и продается в свободном доступе. Если есть таковые проблемы и уже не помогли, скажем так, народные средства, мы просим также обращаться на единый номер и на школ-центр, и там это зафиксируют, мы там отдельно отработаем по каждому проблемному дому. Что касается средней стоимости цифрового приемника, то она составляет 970 рублей. Есть, конечно, и дорожен. Такие приставки идут с дополнительными функциями, которые, как правило, не востребованы. Приобретать приемник за 2, а то и 3 тысячи рублей не имеет особого смысла, говорят участники пресс-конференции. Уровень цен подвергается постоянному мониторингу со стороны Федеральной антимонопольной службы, как центральной, так и ее территориальных подразделений. Я, наверное, с вероятностью 99,9 в периоде исключал бы какие-то злоупотребления, потому что программа эта федеральная, и наживаться на этом никто не собирается. На пресс-конференции также напомнили, для отдельных категорий граждан оборудование для приема цифрового ТВ-сигнала предоставляется бесплатно. На сегодняшний день Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения уже выдано более 200 приставок. Получить их могут пенсионеры и нуждающиеся малоимущие граждане. Олег Итанзейский, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.